Лекция. Реферат. План, понятие реферата, виды реферата, правила написания реферата, оформления реферата. Литература. Безруква. В.С. Как написать реферат, курсовую, дипломную работу. Квицения. М.Д. Академическое письмо, учебное пособие. Ю.М. Кувшинская и другие авторы. Академическое письмо от исследований к тесту учебник и практикум для академического бакалавриата. Под редакцией Ю.М. Кувшинская, издательство Юрай 2019 года. Итак, реферат от латинского слова реферы, докладывать, сообщать. Это небольшое по объему изложение в написанном виде информации из различных литературных источников, книг, статей, научных спорников и другие, которые раскрывают заданную тему написания реферата. Это не простой вид самостоятельной научной работы студента. Реферирование представляет собой интеллектуально-творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитико-синтактическое преобразование информации, описание текста, целевое извлечение, наиболее важная информация ее перераспределение и создание нового текста. Реферат направлен на формирование навыков точного изложения изученного материала. При этом студент выражает свое отношение к анализируемому объекту фразами. Нельзя не согласиться с мнением, как справедливо отмечает и прочее. Прежде чем приступить к написанию реферата, необходимо собрать книги, монографии, научные статьи, сборники и прочие материалы по заданным темам. Составить список имеющихся источников, каждую в отдельности книгу, статью и прочее, записать в отдельный лист и начать чтение. Текст читаемого источника разбить на основные части, записывать в листах, в виде цитат, те моменты, которые будут необходимы для написания темы, при этом не забывать указывать исходные данные вплоть до страницы. Перечитав основные положения использованной литературы, составить примерный план темы, приступить к написанию пунктов плана. Виды реферата Реферата выделяются по следующим критериям. Исходя из содержания и изложения, репродуктивные и продуктивные, первые в свою очередь делятся на реферат-резюме и реферат-конспект, вторые доклад-обзор. По анализу первоисточника фрагментные, монографические, аспектные, сводные, в зависимости от направленности, целевые и общие, с учетом полноты изложения, Индикативные и информативные, исходя из метода подготовки, творческие, служебные, контрольные, учебные. Проанализируем каждый из них по отдельности. Репродуктивный реперат по истории связан с анализом первоисточника. В этом смысле приобретает значение умения студента читать сквозь строгие исторические источники. До начала реферирования важно найти научную литературу по теме, прочитать и зафиксировать позиции ученых. После изучения истории источника и внимательного его чтения необходимо приступать к анализу самого источника, о структуре реферата и его оформлении. Смотреть ниже. Правила написания реферата. Для написания этого реферата необходимо обладать следующими умениями и навыками. Уметь определять суть вопроса, способностью отбирать материал, относящийся к теме, знать и оперировать важнейшими историческими вехами, если необходимо, датами. Уметь составлять исторические параллели, комментировать выводы по походу изложения нейтрально и в безличной форме. Графический эссе выглядит так. После сбора литературы источники монографии, статьи и прочее, и ее изучение смотреть выше. Составляем план работы, отвечая на продуманные собственные вопросы. Введение. Оставляем на конец работы вопросы того, как составим краткое изложение и заключительную часть работы. Основная часть. Первый вопрос, второй вопрос, третий, четвертый вопрос и так далее. Заключение. Список литературы. Приложение. В таком виде выглядит наш реферат. Изучив эти источники из списка, приступаем к написанию реферата по составленному плану. Начать написание основной части реферата важно словами, поскольку мы изучаем такое историческое явление, как и так далее. В тексте используем фразы, представляется важным отметить, подтверждая мысли автора статьи, об и другие. Изложение текста должно быть следовательным, последовательным. Следователям необходимо избегать повторения. Представленная тема сама по себе необъемна и потому легко излагаема. После того, как основная часть реферата готова приступать к написанию заключения, В заключении следует начинать фразы, проведенный анализ позволил нам прийти к следующим выводам. 1, 2, 3. Перечисляем. Не начинайте заключение словами, подводя итог вышесказанному. Это деловой стиль, не канцеляризмы. В научном тексте использование слов вышеописанное, вышеперечисленное, нежелательно. На заметку. Канцеляризмы – это слова и выражения, характерные для официально-делового стиля. Они подходят для деловых бумаг, актов, заявлений, справок и тому прочее. Пример канцеляризмов – данные, вышеуказанные, вышеизложенные, функционировать, будучи, находиться, определенные и прочее. В завершении работы приступаете к написанию введения, которое состоит из следующих компонентов. Актуальность темы, проблема реферата, объект и предмет исследования, цели и задачи работы, хронологические рамки, теоретика, методологическая база исследований, актуальность темы, реферата. Объясняется повышенным интересом к ней сегодня. Также обязательным пунктом является объект исследования, предмет исследования, цели реферата, показать хорошее владение темы и понимание сути вопроса, владение, указывать хронологические рамки в реферате. По истории обязательно, к примеру. Теоретика, методологическая база включает комплекс источников, которые были изучены для написания работы. Заголовки следует печатать с прописной буквы. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяет точкой. В конце заголовка точку не ставят. Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть не менее 1 см. Открываем в документе Microsoft Office Word, третью слева, разметку страницы. Находим окно поля, открываем, щелкаем внизу окна на настраиваемые поля. Выходим на экран параметры страницы и выставляем следующие значения. Левые 3 см, правые 1,5 см, нижние 2 см, верхние 2 см. Оформление реперата, как вы видите, справа этот титульный лист. Текст реперата надо пронумеровать. Для этого после главной идет вставка. В документе открываем ее, находим окно, номер страницы. Открываем его, щелкаем сверху страницы, выбираем посередине цифру, простой номер 2. Галочкой отмечаем особый колонит титул. Для первой страницы титульный лист не нумеруется. И нажимаем в конце окно, закрыть окно, колонит титул. Обзац должен быть отмечен в настройках на 1,25 см. Шрифт Times New Roman, 14. Подстрочные сноски указывает шрифт Times New Roman, размерность 10. Текст необходимо выравнивать по ширине. Объем выполняемой работы определяется числом страниц машинописного текста. Они считаются, начиная с титульного листа. Нормативные объемы реферат не менее 8-10, курсовая не менее 20, дипломная не менее 50 страниц. Реферат может включать таблицы, схемы, фотографии. Они располагаются в самом конце работы, сбоку, указываются курсивом слова. Приложения, ссылки на них следует указать в тексте в зависимости от содержания. Например, смотреть таблицу 1. Все иллюстрации, фотографии, эскизы, графики, карты и т.п. называются рисунками. Они должны иметь название и последовательную нумерацию арабскими числами. Название таблицы, схемы и рисунки в периферате располагаются по центру страницы. Номер таблицы проставляется над подписью к таблице после слова «таблица» и располагается по правому краю. Например, таблица 2. Итак, спасибо за внимание. Желаю вам удачи!